Всем привет дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok В касании всей тройкой завершали было Уже лишили возможности как-то шайбу контролировать Локфорд играет назад И пожалуйста Шолунов бросает поворотом Спасибо Джереми Смиту Спасибо еще раз Джереми Смиту Уже после броска Никита Кирьянова Очень сильный бросок у Шолунова И мы видим в предыдущем моменте Он убирал шайбу под себя И из-под защитника, из-под ног хотел бросить Просто нет большого количества моментов Я про это У Кумилуни вообще не было Это первый момент, бросок с неудобной руки Это Юрчик как раз бросал Который сегодня в сотом матчу Интинентальной хоккейной риги проводит Да, дали вылезти на пятак и бросить Достаточно опасно Фу пытается включить И Кайл Вуд Демонстрирует свой фирменный бросок Гол! И это братья Фу! Мне кажется сначала 22 номер попал То есть по шайбе Паркер Да, потом уже Спенсер по-моему добил На подворот и Миличенко ее пустил из вида Здесь мы видим, что Береглазов Береглазов подтолкнул нападающего Но не выключился Спенсер Фу И добился второй попытки Потому что мне кажется на пятаке Он делал передачу на Спенсер Фу Но у нас очередной момент у Локомотива Гравоватца, мы с тобой ее уже похвалили За предыдущий опасный эпизод Еще один момент Это Гравоватц выскакивал из-за ворот Едва в ближний угол шайбу Миличуку не перевел Для него супер важный матч На него смотрит тренингский штаб Игорь Никитина А вот и... Неужели нет гола? Молодец какой Джереми Смит Выручил свою команду По-моему Кирьянов бросал Да как здорово делал Березкин Сбросил нападающего Да не, я думаю скорее всего это случайность Потому что Просто где-то немножко недорабатываем у своих ворот Нужно клюшки искать от соперника И не давать добивать Приходится собой жертвовать в этой ситуации Потому что момент может быть определяющим в этой игре Еще один опасный бросок Хотя мне кажется успевал, да, Миличук перекрыть Да Наброс был от Шолунова Неплохой в сторону ворот Джереми Смита Игра продолжается на встречных курсах Пас под правлением И гол! Вот так вот Кульнуин забрасывает вторую шайбу Мойл сыграл на Остина Вона Шайба отскочила Сейчас надо смотреть повтор Но отлично убежали в контратаку Вошли в зону И нападающий, который бежал по центру Он всегда должен идти на ворота И держать клюшку В ближний угол, по-моему Ну да Против Скау Последние игры ты имеешь в виду? Да Нет, Березкин, Шолунов, Каюму Забивали Ну что, китайская команда продолжает Так же и свой план навязывать Мы видим, не собирается она закрываться При счете 0-2 Из двух кругов вбрасывания А вот активность Кульнуня Сурин-то был на пятаке и сейчас Но не обнаружил шайбу Чтобы по ней как следует бросить Или хотя бы перевести ее Ну, Елесин хотел под клюшкой отдать Площадки Ориган, который сразу делает передачу Под опасный бросок Якупов, по-моему, стрелял Со всей силы Аграувац Там пытался А у Локомотива Пятая спецбригада большинства Но могут забить и так Опасно! Но Смиту просто в щитки Бросил сейчас Максим Березкин Здорово игроками Локомотива После броска Это очень важно И гол! А что? Там, по-моему, отменили Шайбу, потому что Смита зацепили И судья, по-моему, дал свисток Еще до броска Или что? Да, там Фресс проезжал И задел Джереми Смита Потому что он Смита буквально выключил Из эпизода Ну, как будто в пустые ворота Не как будто Я еще удивился Думаю, как так Смит уехал Что ворота пустые И туда Локомотив попал Внимание! Вядер вроде засчитывается Так как шайба была заброшена После остановки игры Ну и Локар сам может бросить Но так набрасывал Еще один момент Ориган бросает Здесь Шарте и Юрчо Они неплохо комбинировали Ну что, хорошие Были передвижения Первый матч В котором как раз Локомотив очень много играл в большинстве И вот сейчас уже Локомотива играл в большинстве Бутштангу попадает Нет, шайба заходит все-таки Попал в штангу, но вторым добиванием он забил И в этом матче Да, но он такой Отличный сезон начал Даниил И хорошо играет У Бута вторая заброшенная шайба Шесть набранных очков Ну, хорошие пассы И вообще здорово разыграли Гернат получается на Никулина Никулин на Фрэза Никулин Нашел передачу И обратный пас получил И вот такой вот опасный момент И бросок к воротам Джереми Смита Рушан Рафиков, по-моему, стрелял со всей силы Да, вы правы, получается неплохой матч Понимаем, что соперник все-таки серьезный Стараемся соответствовать их скоростям И играть достаточно сильно Физически Пока что получается Это хорошо Они обычно проигрывают А к третьему периоду собираются Соперник расслабляется И вот так вот получается Кирьянов здесь пытался добить Наброс был от Черепанова Байрон Фрэс на пятаке И локомотив усидчиво начинает третий период Последним коснулся действительно этой шайбы То, о чем ты как раз и говорил Ну, потому что это было видно, да Он как бы придал шайбе такой оскок вверх Потому что он бежал, Гернетт, на скорости Бежал назад, да Нет, ну здесь активная игра игроков Кунь-Луни Да, он бежал на ворот И все правильно Вот сейчас смотри, опасный момент, какой был на пятаке Бросал по воротам Джереми Смита Шолунов, которого Мойл как раз оттуда пытался снести И у него продолжает он двигаться Вместе с игроками локомотива еще один наброс И Бут может забить еще одну шайбу Куда она полетела, но точно не в створ Гернетт Еще один наброс Как-то свободно Вальгот на пятачке находился Произошли Итак, еще одна атака в исполнении Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Игра у Ватсу, по-моему, в голову прилетела от Ульева Ну, во всяком случае, я не знаю Разглядел движение? О, Риган тут прессингует вместе с Якуповым Наиль здорово шайбу вытащил И пытался в ближний угол ее запихнуть А вот это странное движение Потерял шайбу Паутов И не установил за ней контроль Якупов очень не вовремя упал И Байрон Фресс взял на себе инициативу Сольный проход исполнил Но пока далек от гола Байрон Фресс Хотя это было перспективно Решать Байрон Фресс Ой, какая неточная передача 51-го номера Шартье оставляет Спенсеру Фу! Пустые ворота Уехал Мельничук Все-таки отбился Локомотив Ну, как же рисковал, а? Казалось, что, ну, там же, конечно, он бы в пустые ворота бы забил Ну, и вот еще раз момент Граувац, хорошая передача И как же не забивает игрок Кунь-Луня Ну, здесь могло все уже решиться Потому что, ну... Так, Рафиков с шайбой у Локомотива Шесть игроков Гол! Рафиков забивает 2-2 за 2-13 Чистая шайба залетела Никого не коснулась Хороший бросок С пустыми воротами Шесть на пять Ну, там два Два игрока Локомотива перед воротами Закрыли обзор Ну, и поехали снова Железнодорожник атаковать Здесь рядом Максим Шулунов Березкин бросает Пустой угол И гол! Попал, по-моему, в Джереми Смита Шулунов И шайба рикошетом от вратаря Залетает в сет коворот Обидно за Джереми Смита Специально И у него и получилось Ну, они классно убежали Вместе с Березкиным Да, и И, во-первых, мы с тобой видим Березкин бросил И автором голевой передач Какая-то Дереми Смита делает движение щитком И шайба Трикошетит Спасибо большое за поздравление, во-первых Выиграли в овертайме Это здорово, что Вытащили игру Довели до овертайма И все-таки его сделали Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова